Вечер добрый! Здравствуйте! Наша сегодняшняя с вами тема – это наши проблемы, смех и радость. То есть вот интересная такая вещь. Проблемы и радость, или там проблемы и смех. Обычно это не идёт вместе. Если проблемы, то человеку плохо, он грустит, ему нехорошо. Трудно поверить, что тот, у кого есть проблемы, ему хочется смеяться. Я не просто так выбрала эту тему. Всевышний, он невероятно благосклонен ко мне, что посылает мне очень много испытаний в последнее время. И иногда мне кажется, что Всевышний просто думает «добрый вечер, кто пришёл». Иногда мне кажется, что Всевышний думает обо мне намного лучше, чем на самом деле я есть, потому что он посылает такое количество вещей одновременно, что я просто иногда не знаю, как с этим выстоять. И я заметила очень интересную вещь, что я делаю какой-то урок, провожу какой-то урок здесь на ВАИКРА. И любая тема, которую я даю, на следующей неделе сразу же мне посылаются именно такого типа испытания, про которые я говорю, и не только испытания, а вот ставят меня в ситуации, когда действительно «а, сказала? Ну вот посмотрим, как ты вот именно с этим живёшь». То есть мне присуждают испытания или наоборот одаривают испытаниями, кто как сказать. И давайте начнём сам урок как урок. И я начну, наверное, с рассказа об одном замечательном человеке, Большом Хасиде, Рэби Футерфасе. Может быть, вы слышали это имя. Рэби Мендель Футерфас, он много лет просидел в сталинских лагерях. И вот как-то в один из дней он был на хасидском Этвадуте, выпил хорошего вина. И пришло время вставать и идти домой. Но ноги ему отказывали. Он был уже очень-очень пожилой человек. И тогда ему предложили, давайте мы возьмём и понесём тебя. А он был очень маленький и худенький, и поэтому это, в общем, наверное, не представляло большого труда. Но он ответил на это так, что я 80 лет уже смотрю на материальность этого мира и смеюсь над ней. И вдруг сейчас вы хотите, чтобы я начал подчиняться этой материальности. Я смеялся всю жизнь над своим эго. И это то, что дало мне возможность выжить и в лагерях, и дожить до сегодня. И тогда он встал и пошёл. Кстати, очень интересная вещь. Про любовеческого Рэбби рассказывают, что было время, когда он очень плохо себя чувствовал и стоял практически белый, бледный, то есть лицо было белое, вокруг хасида танцевали, было много радости. И кто-то из хасидов заметил, что Рэбби стоит совершенно не двигаясь. Быстро вызвали врача, и врач сказал, «Вау, как это может быть? У него даже нет пульса, этого не может быть!» То есть Рэбби смог преодолеть в радости именно своё физическое начало. Хотя мы понимаем с вами, что Всевышний не сотворил нас какими-то там ангелами. И у всех из нас есть наши потребности и материальные, и физиологические. У нас с вами было три прадца, и у каждого из них были свои заслуги. Но вот именно второго из них назвали Ицхак. Наша тема с вами сегодня – это именно смех. Ицхак. И засмеялся или засмеётся. Как вы помните, Сара не могла надеяться уже родить в её возрасте, и тем не менее Всевышний посмеялся над всеми, кто не верил в это, не верил в то, что его предсказания о еврейском народе, что нас будет как звёзд в небе. Кто не верил в это? Так вот, в нашем мире есть очень много ограничений. И иногда только посредством смеха или радости мы можем выйти из них, стать как-то выше или даже изменить действительность. И когда мы сможем преодолеть все проблемы, то вот после этого уже приходит смех от радости и радость, что мы смогли преодолеть и оказаться совершенно в другой ситуации. Я очень жду этого момента, когда я в конце концов начну смеяться или улыбаться над всем тем, что я прохожу сейчас, потому что ситуация на сегодня выглядит практически нерешимой, и она очень неприятная. Про царя Давида интересно, что говорили про него, что он шут Всевышнего. И также говорили, что он вообще был непризнанным сыном своего отца. И когда пророк Шмуэль пришёл искать, кого помазать на царство, Ишае даже в голову не пришло позвать Давида и показать его пророку. Ему было немножко смешно, а этот, который там на заднем дворе. Так что смеётся тут, кто смеётся. Последним, да? Хочу сказать ещё одну вещь вам сегодня. Хаббат – это хохма, бина и дат. Но если переставить и немножко по-другому прочесть вот это словозачетание, вот эти буквы, то получится слово «бадах». Бадах шутил. И именно одна из сил именно Хасидута – это научиться смеяться над трудностями, подниматься над трудностями, материальными трудностями именно нашего мира. А наша праматерь Сара, она сказала, что «цхок асали илоким» смеётся надо мной Всевышней. И это тот самый смех, который привёл вот в наш, наш мир, дал этому миру чистую душу Ицхака. Потому что именно с рождения Ицхака пришла в мир вот эта сила подниматься над трудностями и смеяться в лицо беде. И в результате, конечно же, побеждать её. А также сказано, что когда родился Ицхак, то этому радовался и смеялся весь мир. Небо, земля, луна, солнце и звёзды. И все они говорили, что если бы не родился Ицхак, то не было бы для чего этому миру существовать. Как-то во время катастрофы, не как-то во время катастрофы, был один еврей, который всё время смеялся. И он действительно считал, что нет такой трудности, которую еврей не смог бы преодолеть. И вот он, как один из многих евреев, он попал в контрационный лагерь. И в один из разов, когда он шёл там, по двору этого лагеря, шёл, что-то там себе бубнил, он попался по дороге к товарищу Айхману. Не товарищу, какой он нам товарищ, злодею Айхману, да, чтобы стёрлось его имя вообще из этого мира. И видит Айхман, что идёт бедный еврей, что-то лопочет себе. Наверное, он сошёл с ума от горя и тяжести жизни, подумал Айхман. А тут Хасид поднимает глаза на него, смотрит прямо у него с такой гордостью, с еврейской гордостью. А что, естественно, Айхман не мог этого пережить, что еврей, вот этот еврей, совершенно как бы в тяжелейшей ситуации таким образом на него смотрит. И он ему говорит, а как ты вообще на меня смотришь? Чем ты гордишься? Чему ты радуешься? Скоро ничего не останется от твоего народа. Ничего и никого. И даже в книгах никто не сможет найти упоминания о вас. Но еврей стоит, смотрит и смеётся ему в лицо. Тогда он достаёт пистолет, направляет на него и говорит, ты знаешь, что я тебе сейчас сделаю? Встань на колени и начинай вылизывать мне своим языком. Начинай вылизывать своим языком мне мои сапоги. Но еврей продолжает смеяться ему в лицо и говорит, мы вечный народ. Я знаю, что придёт время, и твой народ станет маленьким и никому не интересным. А мой народ станет вечным. И Айхман не выдержал, не смог выдержать этот смех, и он натолкнул его носком сапога и сказал, убирайся отсюда, гадкий еврей. То есть в этом варианте этот человек выжил. Хотя мы понимаем, что, конечно же, не дай бог, он мог его убить и всё, что хочешь. Вот это ощущение силы этого иетцера, этого материального, что я всё могу, оно очень страшное. Но у нас, евреев, есть некая особая возможность победить это, преодолеть, перевернуть плохое в хорошее. И именно вот эту самую силу нам дал Ицхак. Быть выше всех материальных трудностей, верить во Всевышнего и знать, что если мы будем выполнять это желание Всевышнего, тогда всё будет хорошо. Я могу сказать, что когда тебе плохо, и ты не понимаешь, что делать, тебе, мне, да, то есть я, может быть, говорю, что этот урок, я, может быть, даже больше говорю для себя, чтобы немножечко себя поднять повыше. Очень трудно верить всей душой, что вот сейчас вот все эти неприятности сами, опс, уйдут, и всё изменится. Но имя Ицхак – это имя в будущем времени. Когда мы пройдём все наши сложности, мы будем смеяться. Мы будем смеяться именно от радости, и от этой радости открывается наше сердце. Смех вообще открывает все двери. Ну, а врачи, как мы знаем, они говорят, что это очень даже полезно, да. Да, пять минут смеха, кто помнит, говорили, что это как ведро сметаны, да. Правда, теперь говорят, ведро сметаны – это тоже не очень полезно, но тем не менее, да. И мы знаем с вами, что во многих больницах есть клоуны, специально такие медицинские клоуны, потому что смех, он отталкивает боль, страх, непонятные ситуации. И от этого мы понимаем, что если мы научимся смеяться над своими слабостями, то мы сможем подняться, если сможем смотреть со стороны на то, что с нами происходит, да, принять правильное решение. Что сказано, что если еврей грустит или нервничает, то ищина, что находится рядом с ним, начинает грустить и сникает. И что же нас тогда может поддержать? Ничего не может нас поддержать. Мы сами отталкиваем ту самую щину, которая приходит к нам. Поэтому если мы хотим, чтобы Всевышний давал нам силы, мы должны не отталкивать его своим страхом и своей неуверенностью. Кстати, я хочу сказать, мне очень важно сказать, что сегодняшний урок я делаю еще, кроме того, что как бы для себя, то, что я сказала, я делаю для одной моей знакомой, Эстер Вайсброд. Именно сейчас, вот в это время, она находится в неком бэддине с некой своей проблемой. Я хочу, чтобы вообще все схуёд, все что-либо хорошее и доброе пошло ей на помощь, и Всевышний тоже был как бы рядышком с ней. У Чехова есть некий рассказ о суде над каторжником. Его адвокат, адвокат этого каторжника, встаёт и 15 минут непрерывно повторяет «Господин судья! Господин судья! Господин судья! Господин судья!» И так 15 минут один и тот же текст повторяет вперёд. На 15 минуты судья не выдерживает, уже берёт чернильницу и бросает в него. «Вот видите, говорит адвокат, что вы хотите от моего подзащитного?» Его всю жизнь называли разбойником. И после этих слов суд присяжных оправдал подсудимого. понимаете, если мы будем чаще говорить друг другу приятные слова, то понятно, что мир станет лучше. Но речь идёт не только о другом. Не только другому там говорить, что он не разбойник, но если мы будем думать о себе хорошо, если мы будем верить в себя, если будем говорить, «Ой, Боже, ничего не получится, ой, всё плохо, ой, не туда идёт, ну что же делать, что же делать, что же делать, что же делать?» Шхена уходит, себе мы внушаем абсолютно всё, что мы ничего не можем, и всё, и действительно у нас ничего не получается. Но если мы будем верить в себя, то мы сможем выставить во всех неприятностях. И если вы помните, сказано нам в Перке, «Вот, кто богатырь?» «Тот, кто победил себя, а кто богат?» «Тот, кто доволен своей долей». И напоследок я вам расскажу хасистскую историю. Она достаточно известна, её много раз рассказывали. Но мне кажется, она сюда очень подходит. И тем, кто не слышен, может быть, она даст тоже хорошую полезную информацию. Как-то Ребе Раяц. Ребе Раяц – это предыдущий шестой любовический Ребе. Ребе рассказывал историю о том, как один хасид специально приехал к Ребе из-за того, что его мучил некий вопрос. Да? И вопрос был очень непростой. И хасид рассказал Ребе, что ему во сне явился его духовный учитель, его Ребе, и рассказал ему страшную вещь, что на небесах было решено, что один из его детей уйдёт из этого мира, уйдёт из жизни. Услышав эти слова, Ребе очень тяжело вздохнул и ничего не ответил. Так как время было перед праздником Суккот, хасид остался у Ребе до самого конца праздника. И перед тем, как вернуться домой, он попросил у Ребе благословения. И Ребе ответил ему, теперь всё будет хорошо, твой ребёнок будет жить. Обрадовшись, хасид попросил, чтобы Ребе пообещал, что именно так и будет. И Ребе пообещал ему. Тогда хасид спросил его, почему ты мне раньше этого не говорил, а теперь вот ты мне вот так вот обещаешь. И тут ему Ребе ответил, а что ты делал в Симхат-Тура? Ну что хасид сказал, что когда все танцевали во время Акафот, я стоял в углу и плакал. Но потом я вспомнил, что сегодня Симхат-Тура, я вымыл лицо, я пустился в пляс старой, я отдал всю свою душу радости Всевышнего. И тут Ребе ему ответил, что знай, что именно этим самым своим поступком, этой радостью, верой Всевышнего, ты изменил приговор небес. Поэтому то, что с нами будет, мы можем всегда изменить радостью, хорошим отношением, верой во Всевышнего, что я желаю вам, своей знакомой и себе, чтобы мы все пребывали всегда, только проходили испытания, которые дает нам любящий Папа, и жили с любовью к Всевышнему и всем людям и себе в этом мире. Всего хорошего!